ну что привет друзья и мы вам кстати еще очень очень давно обещали повторить программу с аппаратом да винчи с операциями которые производятся с помощью робота робототехники да вот мы сегодня приехали в клинику показать вам хотя бы просто как устроена клиника как она какой внутренней жизни она живет здесь нет этого аппарата здесь аппарата нет да но мы же приехали показать людей которые этим занимаются их внутренней жизни так далее и как-то хотя бы как-то мы приблизимся к тому что может быть даже мы попадем на операцию мы может проведем операцию но если с помощью робота почему не провести операцию тем более что две головы есть дорогие друзья мы сейчас пойдем в гости коллегу майкану вы его знаете как наша предыдущая он у нас был в программе но немножко из-за событий последних в мире конечно тематики наших программ сместились и сегодня судяга мы будем говорить не только может быть о медицине будущего но и о том что их клиника делает в данное время из за ситуации которая происходит в украине за войны в украине имеется ввиду принимаю виду ведется ли прием людей у которых еще нет медицинских страховок мы поговорим об этом мы как-то пасть к ним на арта спасет лекарда также еще иногда спрашивают меня те кто приехал на машине по поводу парковки в германии ну парковки есть разные из там где шлагбаумы из платные и бесплатные мы сейчас игорем припарковались возле торговой зоны здесь такой значок стоит там 1 ст д то есть один час и можно стоять бесплатно можно и второй час стоять бесплатно но надо переставить время по поводу времени показываю вот такая штучка есть парковочная на продается во всех практически магазин во всех магазинах на автозаправках даже в каких-то там типа коди росмана в коде росмана родственных она на заказывается он культ сайт вот она такая штучка время прибытия и вы здесь обязательно должны выставлять время прибытия то есть если мы сейчас приехали в пол второго я здесь выбираю 13 30 13 30 и должен положить так чтоб видел человек который контролирует процесс если вы немножко хотите задержаться на второй час конечно надо подойти к машине и переставить это на новое время прибытия также на два часа также на три часа вообще просто подходят там где мы сейчас припарковали стоит только один час поэтому вот мы ставим в 13 30 если мы будем задерживаться мы подойдем еще раз это дело переставим в общем мы сейчас пошли в гости коллегу знакомиться посмотрим что там и как а вы конечно же не выключаете это видео досматривайте до конца оставайтесь с нами конечно и мы за вами соскучились я думаю взаимно я думаю взаимно я надеюсь что дорогие друзья вот мы находимся уже в клинике у олега сразу которые будут задавать вопросы почему без масок у олега здесь можно про сделать тест пройти мы прошли тест мы чистые у нее заразно все да сейчас мы узнаем или олег тоже делал тест и чтоб спокойно поговорить уже это кстати видя наши не будем томить зрителя лица привет привет рад тебя видеть нам присаживаться или сразу ложиться ты будешь делать больно ли мы сначала пообщаемся сразу раздевайтесь нет присаживайтесь вы решили приехать и посмотреть как проходят рабочие дни непосредственно на месте тут вот где это все происходит происходит лечение диагностика ну все 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 чтобы не быть голословными приглашать в студии нам у вас обещали что у нас приведем коллегу ну как бы на прием почти на термин и самый главный вопрос сегодня будет у нас и у вас дорогие зрители это потом как принимает клиника беженцев из украины дорогие друзья спасибо что вы нашли время пришли к нам потому что мы заняты в работе и иногда тяжело найти время а так очень вам благодарны признательны мы конечно расскажем про наш практику наш центр я похоже познакомлю вас тоже с братом и у нас еще как бы а я сидел на табличке два раза одна фамилия стоит не ошибка только но я как ортопед обратно уролог и сейчас мы тоже с ним познакомимся очень благодарен вам что вы приехали расскажите другим расскажу чем мы занимаемся мы здесь на юге дюссельдорфа наш центр и у нас специализация по ортопедии специализация по урологии полная и специализация по семейной медицине раньше было еще психотерапия но сейчас коллега ушел на пенсию и как бы этим заканчивается на общий раз врач у вас есть семейный терапевт и у него широкий спектр она покрывает все вопросы то психотерапевт нам надо уже занять у нас раньше практика была мы видели то будем дальше думать очень рады что вы к нам приехали потому что мы расскажем и чтобы это видео чуть более менее упростило вот эту всю процедуру для ну к сожалению тем кто из-за войны переселились и здесь как бы ищут помощь то вот наш центр мы охотно помогаем мы охотно консультируем и делаем как бы я как делаю это бесплатно потому что по ортопедии частные пациенты обслуживаю а здесь из-за этой ситуации за войны то я охотно помогаю и охотно делаю скажи сразу 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 вопрос человек приехал еще не успел оформиться нет у него пластиковой карточки страховки может быть вообще ничего нету только пошел в инфопоинт зарегистрировался но уже приехал с какими-то болезнями он может тебе попасть или вообще ваша практика без какой-то страховки без бумажки конечно потом это все будет но на сегодняшний день он болит что-то куда я прекрасно понимаю что знаете вот именно из-за войны но так случается что переезд он не запланированный переезд он очень быстрый и не успеваешь с собой взять не медикаменты не документы ничего его случилось а тут же здесь на месте у тебя болит спина у тебя болит рука или что-то болит не может спать конечно в таком случае то есть пожалуйста обращайтесь естественно мы воспринимаем здесь в практике мы понимаем что со временем документация будет со временем страховка появится но в начале пока это самое приходите мы вас ну как бы охотно обслужим охотно обследуем и я охотно посмотрю мы сделаем дальше план диагностики потому что всегда очень важно чтобы ну лечение предшествует первое это диагностика диагностика как я говорю это 50 процентов самого лечения острые боли конечно мы купируем есть возможность поставить блокады если возможно поставить шприцы есть возможность дать медикаменты и с этой стороны мы охотно и это можно все получить человеку без страховки вот какое-то время там неделю полторы пока не нет оформления то есть это все вы делаете вот ну естественно как бы здесь брат так с нами поговорил и он советует что нужно помочь человеку и если как бы стандартная страховка здесь германии все же сложен все же нормально все же есть то в таком случае мы выходим на встречу мы понимаем со временем она наладится со временем страховка будет но пока еще нет мы понимаем и очень хорошо нету борьера но и свободно говорим по украинскому свободно по русскому давай напомним откуда ты родом да я конечно всем расскажу и для кого это приятно я с черновцов брата черновцов и мы прекрасно понимаем ситуации и охотно помогаем привет передаем черновцам так еще и свидание с дюссельдорфа черновцам мы тоже рады то бласка тоже рады будем вас побачить и пытались мы это поможем скажи такой тоже технический вопрос когда делать вам термин надо же позвонить а на каком языке делать термин дело что у нас работники которые на рецепции они владеют что немецким что русским языком украинским языком и германия такая специфика что как бы если острая боль можно просто прийти а все остальное идет как бы запланировано то есть по договоренности по таким как бы датам где ты договоришься когда можно прийти чтобы не было толпочки чтобы не было то что пациенты долго ждут и не могут это самое то здесь германии такой принцип ну предварительная запись вот предварительная запись по-немецки называется термин то есть наши гости или друзья они уже успели познакомиться или узнать что такое но ты знаешь ты прав когда приезжали в германию первое слово которое учишь называется термин ну да потому что все как-то упорядочено и поэтому как бы нет каких-то шансов к спонтанности процесса когда есть какой-то порядок это и приятнее и быстрее проходит хотя иногда и на термине приводится ждать да ты знаешь да давай немножко тоже на все так радужно если негативные стороны мы что с тобой стареем надо чуть критиковать германию то есть конечно же бывают элементы например на два часа приходишь полчаса полчаса бывает и идешь ждешь да все зависит от врачи и так далее от себя что хочу добавить к моменту запись то видя коллегу я уже отправлял людей и приезжал с людьми закрой или кушать тебя особо не хвалиться знаешь а самое главное ответ от моих знакомых что получал что олег встречал как близких как родных людей и поэтому конечно же не хотел провожать и именно наши земляки которые бежали от войны тоже здесь уже были и разные ситуации со страховками и без и с детьми и взрослые и тоже тебя скажу что такой главный фактор я звоню в разное время заблокирует и вечером и днем и утром но никогда не было там отказа и тебя большое спасибо за это и все кто уже был перед тебе огромный привет что все было у тебя хорошо вашему практику я тебе потом расскажу лично от кого тебе большие приветы вот это очень приятно поэтому все описания телефоны адреса как сюда попасть вы найдете под видео как всегда но самое главное профессионализм и родной язык это есть поэтому принципе на так что здесь можете и по по-русски и по-украински и по-немецки и большое тебе еще раз спасибо что еще какие направления то есть ты делаешь более то мы знаем по другим программам на беде но я к тебе также людей отправлял из не только касается ортопедии то есть вы принимаете широкий спектр а то есть вы смотрите потом можете отправить там больницу или другим куда то есть люди могут в принципе которые сейчас нуждаются какой-то проблеме решение проблемы по здоровью обратиться к вам а уже потом направить и ну ведь и в германии принципе такой что как бы она более-менее все специализировано но начинается но как бы с общего с общей диагностики и очень хорошо что каждый врач чтобы не тратить много времени на диагностику чтобы он более-менее уже сортировал по жалобам я как бы со своей ортопедии и травматологии то есть покрываю широкий спектр и для мне очень важно чтобы ну обследовать пациента и понять какие проблемы то есть доминантные или принципе что больше всего беспокоить пациента естественно как бы абсолютно здоровых пациентов нет то есть есть только плохо обследованных и с этой стороны если как бы понять что четкая диагностика это уже 50 процентов лечения то этим мы тоже как бы так ну как бы коррегируемся и мы более-менее направлен ждать на узкую специализацию когда уже есть какая-то другая серьезная проблема и вот в ортопедии она такая что она как бы очень тесно смыкается с другими просто например болит спина а эта спина это почки или в принципе мочеточник или что-то другое то здесь как бы у нас очень хорошая динамика потому что брат уролог и по этой части как бы и почки мочеводящие пути это все на куб идет как бы такой комплекс дополнительно кроме урологии ортопедии и травматологии у нас еще есть общая медицина а общая медицина естественно на шире но она как бы здесь германии по типу семейной медицины получается как бы пациент пациент ведется врачом и дальше уже как бы смотрится если где-то нужно узкая специализация допустим там как бы в кардиологии что-то очень там или не в неврологии или других то уже дальше идут направления но главное чтобы чем быстрее помочь пациенту и в таком случае как бы идет очень хорошая то есть будет специализация пожалуйста очень хорошая специализация что но вы попадете в кадр вы не против ну александр разговор тоже по носу я думаю не против я я думала что как вы видите дорогие друзья мы мы снимаем прям вот ну в рабочее время поэтому уж сам процесс на сам продаж еще мы не будем ничего это вырезать чтобы попа погрузились в рабочую среду к вот как здесь у нас у врачей в работе атмосфера давно мы стараемся так чтобы все пациенты получили максимально и качественно или принципе как немцы говорить квалитативно то есть как естественно профессиональной медицины то очень охотно представлю брата чтобы брат тоже рассказал один вопрос мира есть нужны какие-то лекарства обезболивающие дают человека нету страховки еще не сделал карточку шпаркаст и не оформил еще не пришли деньги социальные как вот например тут же самое обезболивающий как получить в этом случае я как ортопед приглашаю приходите в принципе мы как бы вам поможем мы сделаем блокады сделаем уколы сделаем медикаменты и при возможности выпишем тоже медикамент если допустим нужно будет даже можно как-то или приватные рецепты выписать или уже как бы стандартные рецепты но острую боль нужно купировать и мы понимаем что эта ситуация как бы она нестандартная то есть это война то есть здесь не ваша вина не наша вина то есть но мы максимально стараемся чтобы ну как бы снять боль и помочь человеку в каждом случае индивидуально ты можешь посмотреть или у брата нету пациентов чтобы мы до охотно давай смотрим ну что объект что там у нас дорогие друзья у брата свободно сейчас хочу представить брата вот брат добрый день здравствуйте или можем к вам подойти на машину называть мне до сих пор олег не выдал белый хазан это ваш кабинет да это наш урологический кабинет мы предоставляем урологические услуги пациентам которые у которых есть урологические проблемы принципе весь спектр урологических услуг первое обследование диагностика происходит здесь и соответственно дальнейшем мы решаем нужны какие-то дальнейшие дальнейшее лечение оперативным путем или просто консервативным путем мысль мы с олегом говорили о том что сейчас клиника работает и для наших земляков которые бежали от войны и принимаете всех независимо есть страховка или временная страховка причем к вам тут можно попасть на прием человека который только на стадии регистрации то есть получил страховку виде там листочка 4 не пластиковые карточки и как вам попасть на данное время все город принимает все косты все все оплату относительно любого лечения поэтому просто если есть документы относительно регистрации в германии вы обращайтесь к нам и все дальше происходит через страховку которая принимает все все косты все оплату относительно лечения и относительно серьезных операций в дальнейшем если в этом есть необходимость то есть коммуникацию дальше ведете вы уже на дальше уже все происходит по направлению по ибо вайзингу или айбайзингу в больницу и же все остальное происходит автоматически практически как быстро можно к вам попасть на прием потому что в германии же но мы знаем систему номинов там это июль агуст там бывают два-три месяца надо ждать когда попасть специалисту но смотрите зависит в зависимости от проблема которая которая стоит на то есть если есть острые воспаления тогда все это нотфальмиссий без проблем любое то есть во время часов приема в практике если там планомерный термин то мы соответственно ищем когда есть свободное время то есть принципе пару недель и термин будет предоставлен мы видео снимаем в июле сейчас время отпусков вы будете в отпуске были так чтобы на видео но в отпуске я уже был поэтому я буду на месте и любое время тогда обращайтесь олег ты пока есть нами скажи что у тебя что с отпуском у меня отпуск еще запланирован поскольку улыбается впереди не используем небольшой такой вопросик от себя почему вы решили стать врачом это такой риторический вопрос его но значит призвание значит так она так она вначале было ну и после того как уже учеба поступление в университет и после этого уже понимаешь что что ты это твое призвание ты хочешь помочь людям решить диагноз решить проблему ставить точный диагноз и помогать людям а у олега это тоже призвание либо его заставили к вам тоже да уже вернемся к теме записываться через те телефоны которые мы дадим в описании к видео давайте еще напомним за видео какие дни вы работаете сам проще делать онлайн термины через доктолинк платформу так я работаю практически каждый день с 8 до 6 часов и тоже и в часы и в среду и в пятницу в принципе но среда и пятница до до обеда желательно я здесь практически каждый день мы тоже разместим длинка на форму доктор лип а там сложно будет сделать термин для людей которые сейчас из украины приходили там не имеет никакого то есть нет никакой никакого деления просто выбираешь свободный термин делаешь термины все то есть скажем тогда наших зрителей это не сложно если даже не знаете язык там имя фамилия надо внести е-мейл стандартные так записано если вы хотите кому-то передать привет можете это сделать прямо сейчас олег передал черноцы да ну в черноцы конечно город где учился я прошли лучшие студенческие годы большой привет и самое главное мира и да и самый главный мир конечно это самое главное на данное время с этой ситуации спасибо вам большое мы от седали пожелаем что мы будем встречаться просто на зажиме как пацаны только да только виде видео видео форма да и с олегом тоже это наш доктор будет что так просто с приехали и уехали лучше всего так и вам дорогие наши зрители в первую очередь мира над головой те кто приехал в германию обязательно посмотрите под видео где находится клиника как нее попасть номера телефонов тут у вас кто-то на телефоне русскоговорящий можете поэтому по-русски по-украински но и самое главное есть люди которые могут помочь это очень важно в той стране где вы новичок и вы ничего не знаете и даже языка есть люди и квалифицированные которые окажут вам свою временную помощь на вашем родном языке и максимально быстро как это можно я что это важно но знаешь есть один минус в этом всем сегодня мы уже с олегом где-то делаем программу третью четвертую внутри так точно а до сих пор у нас белого халата нет белого халата ну значит надо два белых халата олег когда ты будешь смотреть это видео уже формате зрителя и мы напоминаем нам надо два белых халата дорогие друзья подписывайтесь не переключайтесь делитесь этим видео вся информация будет под видео и до новых встреч до новых встреч пока